Давай скажем зрителям, что ты отличница нашего с Яной курса про дача, где мы рассказываем о том, как можно преобразовывать свое пространство для того, чтобы сделать из него фото зону. И ты ее сделала снаружи, правильно? Я ее сделала снаружи, да. Но я как бы не исключаю присутствие гостей с фотографами и внутри дома, потому что там тоже все достаточно так ярко и красиво. Но эту зону я подготовила специально для фотосессии, чтобы можно было сделать классные фотографии. Я очень рада, что я прошла этот курс. У меня появилось много друзей, у меня появилось много единомышленников, с которыми можно обсудить любой вопрос. Тебе обязательно помогут. Да, у нас там боевой чатик. Да, да, чат просто обалденный. Невероятно мощный, конечно. Это здорово. Я очень счастлива, что где-то вот случайно я это услышала, увидела. И я теперь там. Поэтому эта зона, я ее достаточно долго пыталась продумать. Мне пришлось поменять здесь полностью ступени, потому что у меня был просто обычный вход, и я поняла, что этого будет недостаточно, поскольку она узкая, чтобы делать хорошие фотографии. Ну и, естественно, вот появилось все, что появилось. Появился еще один замечательный буфет, который в дом занести нельзя, потому что он бесконечно плохо пахнет, причем его не спасает ничего. Я его и керхером, и белизной, в общем, закрашиваю потихоньку. Но для улицы он просто выполняет, мне кажется, свою функцию на все 100% очень классно. Под это уже все подвязалось. Одно, другое, третье. Люстру разобрала и сделала такую, можно сказать, композицию. Очень мне нравится. Здесь уже сушатся травки. Самодельная такая лестница, чтобы можно было там что-то поместить. Ну, в общем, результатом довольно нравится все. Просто, ну, когда своими руками, с любовью, мне кажется, это не может не нравиться. Ой, во-первых, полностью согласна. Во-вторых, обожаю, когда вот этих двух зайцев можно убить. У тебя шикарный вход в дом, просто восхитительный. И при этом он еще и может тебе приносить деньги и приятные знакомства, и классные фотографии. Почему нет? Ты знаешь, Оль, это самая главная была такая тема, да, когда Яна говорила о том, что вы можете просто для себя это сделать. Вот для себя всегда оставляешь на потом, да. А когда есть определенный стимул... У меня два года стояло, мне до нее как бы не было до терраски дела. А сейчас я просто получаю удовольствие постоянно, потому что она в порядке, потому что здесь по-другому нельзя. Надо, чтобы было все как нужно. Очень благодарна, очень рада, что вы все это создали. Молодцы, девчонки. Надо еще что-нибудь придумывать, чтобы идти дальше. Это здорово. Даже совет тогда не буду, Анжелик, у тебя спрашивать, потому что ты и так, мне кажется, поделилась и своим душевным теплом, и своей мудростью жизненной. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, что ты пришла ко мне. Мы будем очень благодарны вам за репост этого видео, за просмотр, за лайк. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски, потому что всегда у нас интересно. И увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.